тот же александр борисович который но это общеизвестный факт не очень привечал а у бориса вновь он говорил что год глызин разогревал он пел четыре песни перед пугачевой и после этого уже люди готовы были слушать трактовки это соответствует вообще ну да и действительно так тот период появился композитор виктор резников который жил в городе ленинграде и будучи молодым композитором приехал в москву и предложил алле свои песни вообще абсолютно общем не не рассчитывая то что она их возьмет период уже была такая достаточно примадонна ну неизвестные популярные стадионы ломились и дворцы спорта и это я все это наблюдал бы свидетелем этого потом тем более уже мне было за плечами там помыта называлась гран-при или что такое золотой орфеи из песни арлекина 76 год а в 77 ушла из веселого мы постепенно вот когда у него появился свой коллектив стала самостоятельно гастролировать чего чего собственно хотела всю жизнь появился виктор резников и принес эти песни и как раз некоторые из них я пел там в доме волнение шум удивление это не сказка быль где-то за городом очень недорого папа купил автомобиль я помню перед выходом действительно было там три или четыре песни и значит под стук собственных копыт я вставал на задней линии на нас после исполнения до после исполнения и а сейчас алла пугачёва и зал взрывался и дико просто стонал вот и выходила она вот потом с вами балахоне значит с просветными руками и начиналась феерия как-то так получилось что она не знаю выгнали на со скандалом слайд из веселых ребят потом буйнов грызина от неё веселый ребят это же было наверно обидно для даже свидетелем истории мы были на гастрое в городе хмельницком и весело ребята работали по мы в зале филармонии тогда работал дом добрых молодцах мы встречались на на пляже где-то на бережку где алла мыла мылом хрусенька бела а там значит пола полоскала ножки а мы играли футбол и мы как-то на дружили на один коллектив они другой они пригласили на свой концерт в этот период значит павел я к слободким посылся с алой борисовны вот это творческая была ссоры но это там была и бы там бытовуха не постоянно бились в автобусе там это наблюдал коллектив на все лучшее место я не знаю но за за справедливость наверное так потому что и друг друга не хотели выступать он все-таки он был руководителем надо в любом случае она была членом коллектива но она звездный такой ну да и и это по не понимал слободкин естественно любыми силами хотел его держать коллективе но именно в тот момент я пришел на концерт а в это нету король то голый то есть коллектива там скачет пляшет там буйнов алёшин поле там по моему игра валитов виталик на барабанах там значит роберт ножкам вариант что-то выходил пилочем что-то пили пили но народ уже разделил я живу да я думаю что даже большая часть поклонников веселых ребят конечно уже приходили послушайте увидеть алла пугачева и и уже как бы сам коллектив ребята стал как-то невольно аккомпаниатором певицы алла пугачевой а павел ярче это вообще никак не устраивало и поэтому них естественно были скандалы с с применением физической грубой силы то есть это как вот но я уже об этом сказал это я думаю что об этом может рассказать александр николаевич буйнов был свидетель у меня просто краю глаза в лесу александр я краем глаза это наблюдал но вот я увидел коллектив где хотела видеть и что тоже потому что она приходим и сам концерт на следующий день она не вышла на сцену и это было как раз вот началом того что она разрыва на разрыва с веселый ребят александр николаевич буйнов был